Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, на финансовых рынках мы вместе разбираем события, которые, получается, грядут у нас неделю, ведь только в самом начале. Сразу хочу отметить, что нужно заранее настраиваться на очень интенсивные движения, потому что среди прочего фундамента, на который мы обращаем внимание, центральной темой, как и раньше, остаются именно торговые перепалки, которые продолжаются в мировой экономике, и главный фигурант всего этого, собственно, Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа. Если раньше мы делали акцент на то, что речь идет о практически начавшейся торговой войне, то сейчас, судя, опять же, по тому, что было отмечено Трампом в минувшую пятницу, есть риски того, что эта торговая война постепенно перерастет в валютную. Мы об этом поговорим сегодня подробнее, когда переключимся на доллар. Я лишь хочу напомнить, друзья, то, что, собственно, прошлая пятница не стала исключением из уже сложившейся традиции, когда замыкали, и мы продолжаем замыкать недели, каким-то сюрпризом, который подбрасывает Трамп, и этот сюрприз провоцирует мощнейшую динамику на финансовых рынках, и причем буквально по всем спектрам финансовых инструментов. Чем бы вы ни спекулировали, на что бы вы ни делали акцент, какой бы актив ни был для вас центровым, мы все равно вынужденно работаем, опять же, с новыми вводами, которые на рынке появляются, и вынуждены адаптироваться, приспосабливаться к тому, что делает Трамп своими комментариями и высказываниями, ну, учитывая то, что это все-таки Трамп, по-прежнему он остается одной из самых противоречивых политических фигур, конечно же, это и провоцирует серьезную волатильность. Ну, видимо, нам обижаться не нужно ни в коем случае, потому что волатильность для нас с вами, для спекулянтов, это тоже очень хорошее определение и условия на финансовых рынках, потому что волатильность подразумевает серьезные движения, ну и заработать можно только в том случае, если на рынке эти движения удается поймать. Это неделя по макроэкономическим отсчетам, на что стоит обратить внимание, прежде всего, это данные по инфляции, которые будут публикованы по австралийской экономике, этот отсчет мы с вами ждем, а в среду, собственно, на азиатской сессии этот релиз выйдет, на брифинге, и, соответственно, в среду мы с вами уже сможем поговорить по конкретным цифрам, и я надеюсь, что вот по прошествии уже многих недель, когда мы настолько близки с вами по паре австралийц-доллар к цели 0,73, у нас уже будет возможность, чтобы этот ориентир сделать. Возможно, основным событием станет заседание Европейского Центрального Банка, это уже фундамент четверга, традиционный день для того, чтобы Европейский Центральный Банк, Европейский регулятор пересматривал основные параметры денежно-кредитной политики, разумеется, по ставкам никаких изменений мы сейчас не ждем, нас больше интересует содержание пресс-конференции, а точнее даже то, на что сделает Драги со ссылкой уже на изменившуюся и, я бы даже сказал, ухудшившуюся экономическую конъюнтуру и существенно возросшие торговые риски, которые заставляют Европейский Центральный Банк быть более осмотрительным к тому, чтобы принимать решения таких важных коррективов в денежно-кредитной политике, как окончательное сворачивание программы QE и, соответственно, последующее повышение процентных ставок. Мы за этим будем тоже наблюдать. Я очень надеюсь, что европейская валюта даже сейчас без, точнее, идея продажи евро, даже без поддержки крепкого доллара, сможет порадовать тех, кто все-таки присоединился к этой идее, то есть оправдать надежды на продавцов, медведей. И я возлагаю все с этим большие надежды именно на правильный, нужный, мягкий тон Драги, который, в принципе, может оказать серьезное давление на евро. У нас цель по евро-доллару остается прежней, отметка 1.15, собственно, лову, который был сфиксирован на прошлой неделе, 1.1574. Ну, не то чтобы чуть-чуть мы не дотянули, но хотя вы согласитесь со мной, то, что нисходящий тренд, пусть и пока что микро, вот этот разворот, он был довольно очевидный. И были шансы добраться до этого психологического рубежа, который совпадает с нашей целью. Отказываться от коротких идей по евро мы еще ни в коем случае не будем, поэтому я продолжаю делать акцент на эти целевые ориентиры. Надеюсь, друзья, то, что вы правильно улавливаете суть, опять же, тех рассуждений, которые я стараюсь специально для вас проводить, и вы видите, так же, как и я, основания для сохранения этих коротких. Следим еще и за статистикой по штатам. В частности, основные релизы у нас выпадают на пятницу, там у нас годовые данные по темпу экономического роста и индекс расходов на личное потребление. Могу предположить то, что прогнозы будут меняться в течение этой недели, как обычно происходит это с макроэкономическими отчетами, точнее, ожиданиями по конкретным цифрам. Это тоже своего рода традиция, которая сложилась в последние недели. Но хочу отметить то, что в основном прогнозы улучшаются, что в целом сохраняет, опять же, интерес сейчас к доллару, если особенно торговать долларом против рисковых инструментов. По доллару и японской иене ситуация немножко изменилась. Я сейчас, собственно, попробую объяснить, с чем это было связано. Но сперва давайте поговорим о нефти, которая продолжает консолидироваться рядом с отметкой 73 доллара за ампарль. При этом новостной фон ничуть не изменился. Собственно, мы с вами правильно выделили из всего многообразия новостного фона, который сложился на рынке нефти. Несколько факторов, которые продолжают влиять на настроение трейдеров. Это возобновление поставок из Ливии. То есть, ливийский вопрос и недопоставки ранее на глобальный рынок до 850 тысяч баррелей воспринимался в качестве основной угрозы для рынка, который, собственно, как фактор оценился потенциального дефицита сырья на мировых площадках. Сейчас этот фундамент уже не настолько интересный, потому что ливийскую тему мы фактически с вами закрыли, поскольку Ливия возобновила прежние поставки. И вновь все заговорили о том, к чему же все-таки в конечном счете приведет рост производства нефти странами ОПЕК, если на рынке нет тех регионов, которые раньше стремительно сокращали поставки. Вывод напрашивается сам собой. Неспроста сейчас все, кто более детально оценивает перспективы рынка нефти, Brent и WTI, подмечают то, что рынок действительно на грани очередного перепроизводства, которое может привести к накоплению чрезмерных запасов и впоследствии развить более мощную, выраженную, нисходящую динамику, нежели чем даже ту, которую мы наблюдали в последние две недели. Из положительных факторов, на что можно сделать акцент, на что можно выделить, скажем, но не стоит на это делать акцент. То, что Саудовская Аравия сообщила о том, что экспорт нефти в следующем месяце может снизиться на 100 тысяч баррелей, я опять же не очень-то доверяю этому прогнозу, потому что буквально в начале прошлой недели Саудовская Аравия еще раз обозначила и подтвердила планы сохранить темпы по наращиванию производства нефти. И все это, опять же, часть уже озвученного плана стран ОПЕК+, поднять совокупное производство на 1 миллион баррелей. От этих планов никто не отказывался. Россия, собственно, примкнула также к Саудовской Аравии. И на прошлой неделе мы получали дополнительные свидетельства того, что производство нефти только увеличивается. Поэтому я лично не вижу вообще никаких причин, из-за которых нефтянку можно было бы покупать. Ну, кроме каких-то технических, хотя я очень редко делаю на технику акцента, если уж там не совсем крутые какие-то уровни и так далее. Сейчас считаю, что если можно будет говорить о технической составляющей потенциального отката, но это уж точно не раньше, чем мы коснемся с вами 70 долларов за баррель. Поэтому после небольшой паузы, консолидации, которая направлена на накопление сил для продавцов, я уверен, что мы, друзья, пойдем ниже. И вслед за 10% коррекцией, которая уже случилась на фоне озвученного фундамента, остающегося все еще актуальным, мы сделаем эту с вами цель 70 и, возможно, будем уже претендовать на движение к более низким оценовым рубежам. Я предлагаю сделку с селлимин с отметки 73.20. Это для тех, кто стал присматриваться к нефти сейчас после развития стремительного нисходящего района, но пока еще к сделкам не примкнул. Это, опять же, ордер, отложенный в расчете на то, что если быки смогут немножко отыграть позиции, собственно, ранее утраченные, вряд ли они пройдут выше этого уровня. С него как раз можно будет поставить в селл и ждать уже, получается, если в процентном эквиваленте соотнести ориентир 70 долларов за баррель с уровнем, с которого мы будем продавать 73.20. Фактически речь идет о 5-процентной прибыли без плеча. И я, друзья, думаю, что эту цель мы с вами сделаем. Рубль 63.50. Видите то, что рубль испытывает давление со стороны ряда факторов. Прежде всего, это то, что происходит на рынке нефти. Много сейчас разговоров, опять же, о новых санкционных таких мотивах Запада, которые продолжают вести вот эту агрессию, направленную на ослабление российской экономики. В конце концов, эта тема, с одной стороны, уже полностью дисконтирована в курсе рубля. Но как только мы на рынке получаем и видим комментарии о том, что США рассматривают возможность расширения списка физических и юридических лиц, в отношении которых будут действовать санкции, это также начинает активно влиять на то, что происходит на российском фондовом рынке в моменте. Ну и рубль тоже лишь продолжает оставаться жертвой, соответственно, не имея действительно ни единого шанса, чтобы претендовать на какой-то серьезный прессинг уже против доллара и евро. Рубль на этом фоне гораздо слабее своих конкурентов, поэтому я даже не рекомендую вам, даже, скажем так, настоятельно советую все же воздерживаться от сделок, которые направлены на рост курса рубля, ставить только лишь на ослабление. Цели у каждого могут быть свои, но считаю, что 65 – это уровень, который будет сделан, потому что 64 мы уже видели. Сейчас нефть, опять же, приблизится к 70 долларам за баррель, или вы сами убедитесь в том, что 65 – это вообще будет не предел для ослабления рубля. Доллар японской иены – 110.91. Американская валюта оказалась под серьезным давлением еще в конце прошлой недели, в четверг, когда Трамп сделал сначала заявление о том, что не разделяет позицию Федеральной резервной системы, продолжающие повышать процентные ставки, что приводит к укреплению курса доллара. В пятницу, в принципе, Трамп наломал еще больше дров. Помимо того, что в очередной раз обвинил, собственно, Китай и Европейский Союз в манипулировании курсами, соотнес, опять же, эти обвинения с прежними комментариями, которые касались, опять же, критики Федеральной резервной системы. Сравнивались курсы о том, что ЕЦБ, еврозоны, скажем, и Китай действительно сейчас ослабляют национальные валюты. Это все искусственные меры, которые направлены на повышение их конкурентоспособности, собственно, национальной экономики. При этом на контрасте, скажем так, с тем, что делает Народный банк Китай и Европейский центральный банк, ФРС повышает процентные ставки. Это не устраивает Трампа. Хотя мы знаем то, что Федеральная резервная система является независимым финансовым институтом. Ну, вроде бы как. Я постоянно повторяю, что в кавычках, да, официально так, это независимый институт, который, в принципе, плевать хотел на позицию Трампа. Но в то же время мы неоднократно с вами убеждались в том, что при необходимости Трамп имеет различные инструменты и возможности надавить на руководство Федерезерва и подкорректировать курс проводимой монетарной политики. Может быть, сейчас я далеко ухожу, в целом хочу лишь напомнить и еще раз акцентировать ваше внимание, друзья, то, что раз уж пошла критика, мы уже сталкивались с подобным фундаментом в начале прошлого года. Критика в адрес сильного доллара. Мы должны все-таки считаться с изменением новостного фона и в связи с этим поставить на холл нашу позицию длинную по доллару японской иене. Это очень важно целью, которой было, собственно, движение в район 115. Я думаю, друзья, то, что если вы еще торгуете этой валютной парой, можно рассмотреть возможность чуть ли не закрытия позиции, потому что при тех настроениях, которые сложились в последние дни, я допускаю то, что доллар японская иена может оказаться ниже планки 110 иен против доллара. И то, что мы сейчас обсуждаем не только критику Трампа в адрес Федрезерва, но и еще акцентируем внимание на факт роста торговых напряженностей в отношениях и с Китаем, и с Европейским Союзом. Конечно же, нужно понимать, что если неделю назад и две недели назад японская валюта, будучи защитным инструментом, не могла логично отработать ухудшение рыночных настроений, это не будет продолжаться вечно. То, что у нас появился шанс добраться до отметки 113, я думаю, что это подарок рынка, который был сделан нам как спекулянтам. Надеюсь, друзья, то, что многие из вас все же пофиксировались на этой планке, потому что ждали мы уровень 113 иен за доллар очень долго. Сейчас ситуация изменилась и до тех пор, пока вот эти страсти не утихнут по поводу того, насколько дальше будет остро выглядеть конфронтация торговая между Китаем и, собственно, Соединенными Штатами Америки, я думаю, то, что японская валюта будет пользоваться большим спросом. Тем более, что последний, собственно, комментарий уже в интервью СНБС Трампа о том, что США фактически готовы прямо сейчас расширить список товаров, в отношении которых действуют импортные пошлины, вплоть до 500 миллиардов долларов. То есть, фактически речь идет о всем экспорте со стороны Китак. И мне кажется, что это комментарии, которые базируются не на пустом основании. Может быть, даже вслед за этой угрозой последуют дальнейшие более агрессивные шаги. И хочу, друзья, чтобы в этот момент вы все же были с четким осознанием того, что при таком новостном фоне очень быстро может укрепиться курс японской валюты против доллара. Поэтому давайте пока что следить за новостным фоном, но тот, который сложился на текущий момент, больше располагает к тому, что нисходящая динамика по доллару и японской иены все-таки будет продолжена. Евро против американца. Заседание Европейского Центрального Банка. Я уже отметил то, что мы ждем, собственно, это событие. Мы ждем мягкие комментарии драги, которые, скорее всего, именно таковыми и будут. Тут за последние две недели сам факт торгового противостояния США только усилился. Может быть, кулуарно, неофициально, а может быть, официально, просто без каких-то подробностей переговоры продолжаются. Но вы сами прекрасно видите, знаете, что каких-то положительных комментариев по этой теме у нас, собственно, и нет. Поэтому мы работаем тоже с рисками для еврозоны в связи с тем, что сам факт торговой войны не может сказаться иначе, кроме как ослабления позиций европейской экономики, но и, соответственно, инструмента, который стоит за ней. И цель, снова повторяюсь, 1.15, ее держим, если сделки открывали ранее на продажу. Те, кто присматривается к новым уровням, предлагают отложку 1.18.20, то есть это отложка сел лимит. Фунт против доллара, как и отмечал я в конце прошлой недели, этот инструмент британец явно теперь не в моем фаворье. Когда-то он был дружеским активом, когда удалось заработать именно на Брекзите. С тех пор, опять же, столько же было и потеряно, потому что очень трудно сейчас прогнозировать вообще, что в конце концов будет двигать британцам, потому что все те умозаключения вывода, которые я пытался сделать в связи с изменениями новостного фона по Брекзиту, в связи с ожиданиями аузовского, повышения процентной ставки. В конце концов, все это оказалось несостоятельно. Пара фунт-доллар протестировала поддержку 1.30. Я считаю, что этот уровень стал сигналом того, что снижение британца может оказаться еще более существенным. Лично я сейчас более фунтом не спекулирую, но в то же время фунт смог восстановиться с отметки 1.29.50, повыше там мы были. Опять же, это в основном только из-за той слабости, которую показал доллар. Если бы Трамп, опять же, не отличился в конце прошлой недели, а американская валюта сейчас держалась против той же самой иены выше 113, у фунта, опять же, не было бы шансов сейчас, чтобы показать восстановление и, возможно, мы бы наблюдали уже в районе 1.28. По Брекзиту пока что новостей нету, хотя в пятницу проскочил комментарий о том, что Европейский Союз в лице переговорщиков от ЕС Барнье предложил Англии вернуться переговором на основании тех предложений, которые были сделаны, получается, две недели назад. Но это вот единственный комментарий, устроили ли предложение, пока информации нету. Если будут, то, безусловно, об этом расскажу. Доллар канадец. Вот слабости доллара мы можем сказать спасибо вот только в контексте вот этой валютной пары, потому что у нас были ожидания по доллару канадца оказаться там в районе 1.30-1.50, и мы действительно сейчас очень близки к этой цели, потому что доллар канадец обвалился не только благодаря, опять же, статистике, которая вышла, но и благодаря той нисходящей динамике, с которой столкнулся доллар. Почему укрепился канадец? Потому что в пятницу вышли данные по роничным продажам и индексу потребительских цен. Статистика даже превзошла оптимистичные ожидания. Роничные продажи на 2% с прошлого снижения минус 1.2, сильный контраст. Индекс потребительских цен в данном выражении 2.5 с 2.2, а базовая инфляция также в плюсе на 0.1%. Снова есть вероятность того, что Банк Канады продолжит повышать процентные ставки. Снова это локально привело к укреплению канадского доллара. Ну и, разумеется, поспособствовало тому, что пара доллар-канадец пошла вниз. Напоминаю, друзья, что при том фундаменте, который сейчас сложился, все равно очень много рисков для канадца. И эти риски, они долгоиграющие. Они могут спровоцировать резкое ослабление этого инструмента, ну и оказать поддержку доллару в контексте пары доллар-канадец. Что это за риски? Я говорил уже в пятницу, что США предпочитают уже делать предложение двустороннего характера прежним участникам нафта. Это негативный сигнал, который указывает на то, что нафта уже нового не будет. Во-вторых, речь идет еще и о потенциальной слабости нефти. В случае, если котировки черного золота пойдут ниже, сначала в район 70 долларов за баррель, а потом, собственно, окажутся ниже этой планки, высока вероятность, я об этом говорил в начале брифинга, конечно же, канадцу также придется отступать. Пока что на эйфории слабого доллара и сильной статистики пару дней мы еще можем рассчитывать на то, что трейнеры будут стараться отыгрывать вот этот фундамент, эти водные через бодрости канадца. Поэтому нам нужно только 1.3050, друзья, как только этот уровень делаем, соответственно, после выходим из коротких позиций и уже присматриваемся, возможно, к покупкам. Австралиец, ждем данные по инфляции, ждем, что 0.73 все-таки как цель будет сделана. Сейчас мы снова ушли выше 0.74, но вы понимаете, что это также все следствие слабого доллара. По новозеландцу мы развернулись с вами, покупаем этот актив 0.6813. Это текущие котировки, цель 0.70 как ближайший целевой ориентир. По американскому фондовому рынку по-прежнему сохраняем позиции. 2800 уровень сейчас держится и рынок готов воспринимать новые отчеты продолжающегося сезона опубликации результатов хозяйственной деятельности. Судя по всему, оптимистичный тренд сменился уже на негативные из последних компаний, которые отчитывались, скажем так, из последних дней. Большая часть уже негативит для большинства секторов считает, что этот тренд может быть продолжен. Поэтому ждем снижения американского фондового индекса, хотя в принципе такие настроения должны быть характерны и не только для американской фонды, но и также и для европейского рынка, потому что рынок Европы, как рынок, который объединяет также рисковые инструменты, очень чувствительны к теме, которая касается торговых отношений, которые явно ухудшились за последние дни между Европейским Союзом и США. Понимаете, что причин для того, чтобы переводить свои капиталы и адаптировать их к длинным позициям, этих причин еще нет. То есть SL по-прежнему в приоритете. Друзья, на этом собственно все. Хорошей вам торговой недели. Увидимся мы завтра на брифинге в 9.30 по московскому времени. Ну и не забывайте, что сегодня также в 16.30 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем события прошлой недели и посмотрим, на что же все-таки нужно обратить внимание на этой неделе и каких ориентированных целевых можно придерживаться по самым ликвидным, самым популярным валютным парам. На этом все. Всего доброго до свидания.